Apple обновила AirPods Pro 2. В этом видеоролике я расскажу, что нового появилось в модели с USB-C интерфейсом, сколько это стоит и вообще, стоит ли приобретать или обновляться с предыдущих поколений AirPods на новинку. И начнем мы с нововведений. В модели 23-го года обновилась тыльная часть коробки. Теперь везде пишется, что новинка получила USB-C и изображен кабель с соответствующим штекером. Крышка коробки взята от прошлого поколения. Даже экологичный значок не завезли, как на Apple Watch 9. Кстати, скоро будет обзор на канале. В комплекте теперь кабель не USB-C на Lightning, а с USB-C на обоих концах. Также изменился и материал кабеля. Вместо биоразлагаемой резины теперь тряпичная оплетка. Такой кабель меньше пачкается, крепче по своей основе и соответственно долговечнее. К сожалению, все еще с белыми AirPods, когда уже их сделают цветными, идут такие же белые тряпичные кабели. То есть черные кабели заказать нельзя. То же самое касается и всей линейки iPhone 15. К цветным iPhone идет только белый кабель. Увы, в отличие от тех же iMac или MacBook, где в комплекте кладут цветные кабели под стать самому ноутбуку. Размеры и количество дополнительных насадок не изменилось. Это все те же амбушюры размерами XS, SM на наушниках и L, выполненные из силикона. Например, Sony в своих последних флагманских внутриканальных наушниках WF-1000XM5 уже кладет комбинированные амбушюры с силиконовой основой и пенкой, которые прилегают к уху. У этого решения есть как свои достоинства, так и недостатки, которые мы описывали в отдельном полноформатном обзоре. Обязательно посмотрите. Габариты кейса, дизайн, наушники без изменений. Есть только два внешних отличия. Наличие USB-C интерфейса в корпусе и новый модельный номер наушников A3047 и A3048. И самого кейса A2968. Все это традиционно дублируется на коробке. Apple отдельно не продает кейс только с USB-C интерфейсом, потому что наушники от кейса с Lightning несовместимы с новым кейсом с USB-C интерфейсом. Увы, а так, в теории, да, было бы круто просто докупить кейс и вставить в него свои старые наушники от предыдущего поколения, модели 2022 года. Но Apple это не про обратную совместимость. Новые наушники можно заряжать по кабелю от iPhone 15, который также получил USB-C интерфейс. К сожалению, в iPhone до сих пор не добавили реверсивную зарядку, а хотелось бы, потому что зарядка беспроводных устройств вроде наушников это просто must-have фича, но не таскать же с собой постоянно кабель. Вероятнее всего это сделали из-за того, что MagSafe интерфейс iPhone'а и наушников несовместим. Как видите, ничего не примагничивается, скажу даже больше, разместить наушники по центру попросту не удается. Ввиду того, что наушники позиционируются как отдельное устройство, а не как аксессуар, например, ввиду того же чехла для iPhone. В общем, здесь не мама-папа, а папа-папа или мама-мама, как удобнее называете. При первом сопряжении во всплывающих окнах демонстрируются новые программные функции. К слову, обновление доступно и на предыдущем поколении наушников, так что тут у них паритет. А это адаптивный режим, который на основе окружения сам выбирает между режимом шумоподавления и прозрачности, индивидуальная громкость, автоматическая подстройка уровня громкости под окружением и распознавание разговора. Когда вы начинаете разговаривать, громкость воспроизводимого контента снижается, а затем возобновляется через какое-то время, когда вы прекратили говорить. Обо всех программных хитчах, которые появились в новой прошивке AirPods мы рассказывали в отдельном видеоролике, так что обязательно переходите по подсказке в правом верхнем углу и смотрите. Когда, да, смотрите этот ролик до конца. Кейсы-наушники получили защиту по стандарту IP54 вместо IPX4. Влагозащита осталась на прежнем уровне, это брызги, например, дождь, а также под. А вот появилась пылезащита. Это не означает, что пыль сюда не проникает, нет, она проникает, но при этом она не нарушает работу как кейса, так и самих наушников. Все остальные нововведения-новинки сосредоточились внутри. На порту наушников все также установлен чип H2, как и в предыдущем поколении, который позволит после будущего обновления передавать по воздуху через новый протокол Lowsless Audio, 20 бит, 48 кГц, но только на гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro. Наверняка вы зададите вопрос, почему Apple не добавила такую возможность во весь актуальный парк техники Apple. И в особенности в новую линейку iPhone 15. На него ответил сотрудник Apple. Дело в том, что в Apple Vision Pro также установлен чип H2, как в AirPods, и передача данных осуществляется на частоте 5 ГГц. Для сравнения, чип H2 внутри AirPods Pro 2 с Lightning работает на частоте 2,4 ГГц. Так в чем проблема оснастить как минимум iPhone 15, ну или хотя бы Pro, там те же iPad Pro или MacBook Pro этими чипами, для того чтобы получать звук со сжатием, но без потерь? Вот этот вопрос сотрудникам Apple почему-то никто не задал. Даже обновленные проводные AirPods с USB-C интерфейсом за 19 баксов теперь по проводу могут воспроизводить Loseless Audio, то есть звук со сжатием, но без потери. При этом в Apple Music есть треки, которые поддерживают Apple Loseless и Hi-Res Loseless. Также мы сравнили звук с предыдущим поколением, а также работу шумоподавления и прозрачности. По звуку отличий нет, я заморочился и протестировал обе пары наушников, но вот в режиме шумоподавления и прозрачности небольшая, но все-таки разница есть как себя ведут обе пары наушников. И вероятнее всего это связано с тем, что у наушников разные версии прошивок. В AirPods Pro с Lightning на момент записи видео 6А301, а в AirPods Pro 2 с USB-C 6А300. Видимо Apple не успела выкатить прошивку для новинки. В остальном это все те же наушники Apple AirPods Pro 2-го поколения, которые были выпущены в 2022 году. И у нас есть отдельный полноформатный обзор, где мы разобрали все, начиная от техники и заканчивая софтом. Цена на официальном сайте Apple не изменилась. 250 долларов США без учета налога штата. У нас наушники можно купить в BigGeek. Благодаря этим ребятам нам удается продолжать делать независимые обзоры. Так что за техникой и аксессуарами с гарантией к ним. В заключении скажу так, если вам предстоит выбор из всей актуальной линейки AirPods, а это у нас AirPods 2, AirPods 3 вкладыши, AirPods Pro 2 внутриканальные наушники, а также AirPods Max, я бы остановился именно на AirPods Pro 2 внутриканальных True Wireless наушниках. Я вообще любитель не внутриканальных наушников, а именно вкладышей, как AirPods 3. Но благодаря тому, что конструктивно в прошках второго поколения реализована система сброса давления, то такого сильного дискомфорта, как от классических наушников внутриканальной конструкции, ты не ощущаешь, но при этом получаешь все программные фичи, актуальные на момент 23 года. Худшим образом пока выглядит AirPods Max. Дорогие, кейс оставляет много вопросов, а поддержка Lossless Audio есть только при подключении провода Lightning на 3.5 мм. Владельцам ни AirPods Pro первого поколения, ну разве что если у вас не сели уже аккумуляторы в наушниках, ни уж тем более второго поколения, где кейс с Lightning интерфейсом, новинка прошлого 22 года, обновляться на новое AirPods Pro второго поколения с USB-C интерфейсом я не рекомендую. В этом просто нет никакого смысла, но разве что только если вы не преследуете цель обновить все свои аксессуары на USB-C интерфейс. Опять же зачем, если здесь есть беспроводная зарядка, мы как бы уже в беспроводном будущем с проводными док-станциями. Если вы планируете покупать Apple Vision Pro, то вам необходимы эти наушники, хотя в теории AirPods Pro 2 с Lightning тоже имеет чип H2 и может быть обновление прилетит и на них. Если у вас нет никаких AirPods, либо же вы являетесь владельцем AirPods вкладышей первого, второго или вот как здесь третьего поколения, то дерзайте. Единственное, я бы приобретал именно AirPods Pro второго поколения с Lightning интерфейсом, просто потому что это банальная экономия денег и эти наушники есть в наличиях, тем более они сейчас скоро будут появляться на скидках. Тем более, что перевести все свои аксессуары на USB-C интерфейс, ну вряд ли удастся. Как минимум нет еще огромного пула устройств, вроде там пульта для Apple TV, аксессуаров для Mac, мышки, трекпады и клавиатуры. И все это будет появляться в течение следующего года и стоит это огромных денег. Ну а мне остается лишь ждать, когда произойдет очередной революшен в AirPods, когда Apple сделает возможность воспроизводить Apple Loathless не только для Apple Vision Pro, которые будут уединиться, но и для как минимум тех же айфонов и макбуков. Давно пора. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на YouTube канале ProTag. Не забывайте подписываться, потому что в следующих видеороликах мы разберем все новинки Apple. Начиная от Apple Watch и заканчивая самым последним iPhone 15 Pro Max. Субтитры сделал DimaTorzok